В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Смерть в поселке Черноморское недалеко от воинской части на дереве повесился сержант 28-й бригады. Информацию нам подтвердили в оперативном командовании ЮГ. Все произошло два дня назад, но трагедия стала известна только сейчас. Предварительно мужчина совершил суицид из-за семейных проблем. Обстоятельства выясняют следователи. Пыталась достать телефон и утонула в выгребной яме. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девочки, которая погибла сегодня в Арцизе. Она задохнулась канализационными газами у себя же во дворе. Тело погибшей направили на экспертизу. Масштабную контрдиверсионную операцию проводит служба безопасности Украины в рамках международных учений Сибрис 2021 года. Во время тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в частности ограничения или запрет движения транспорта и пешеходов, проверка документов, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное. В службе безопасности Украины просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Трещины на потолке и стенах, а также дыры в крыше. Жители Рождественской 8 боятся, что крыша их дома может обрушиться. Во время дождя двухэтажное здание затапливает через щели. В перекрытии вода стекает вниз. В 2014 году в одном из подъездов обвалилась часть потолка. Позже начала рушиться и стена. Вот так оно постепенно, постепенно делалась дырка, там текла крыша, крыша текла и дырка сделалась. Мы забили вот это вот. Люди уверяют, систематически оплачивают услуги ЖКС. В 2019-м крышу якобы признали аварийной и должны были провести ремонт. Однако работы до сих пор не начали. Боимся, что не дай бог обвалится крыша, упадет. Вот у нас дети, у меня внучка. И есть многие дети, которые, даже мы взрослые, мы боимся ходить и именно выйти из парадной. Местные добавляют, две недели назад дыры в крыше были еще больше, но часть жителей все же решили сделать ремонт за свой счет. Остальные пока не могут себе этого позволить, поэтому просят о помощи. О бедственном положении кардиологической медицины в Одессе заговорили медики и общественные деятели. Если речь идет об учреждениях, которые могут оказывать неотложную помощь людям с болезнями сердца. Активисты говорят, кроме областной больницы, таких клиник в городе осталось только две. И те находятся в частной собственности. В то время как 1200 человек в год умирают от сердечных болезней в Одесской области. Но мы сегодня в рамках коррупционной составляющей получаем, что город сегодня финансирует и оказывает помощь частным лечебным учреждениям для развития. А частные лечебные учреждения, в частности такие, как Святая Екатерина, являются достаточно слабыми с точки зрения развития финансово-коммерческого. Просто используют город как прокладку для решения своих вопросов. Общественные деятели утверждают, чтобы ликвидировать главного конкурента частных кардиологических учреждений, городская власть фактически уничтожила клинику имени профессора Олейникова. Ведь туда не закупили ангиограф и в итоге перепроферировали под коронавирусную больницу. Клиника была реорганизована путем слияния и там сейчас, в общем-то, одна из опорных больниц, где мы лечим ковидные заболевания, ковидных больных. Это, конечно, для Одессы вообще, я считаю, преступление, потому что на самом деле катастрофический рост заболеваемости именно сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркты, карты, от которых умирают наши близкие. Медики и активисты отмечают, необходимо вновь создать кардиологический центр на базе городской клинической больницы номер 3. 36 новых случаев ковид-19 обнаружили за сутки в Одесской области. Пятеро заболевших скончались. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, наш регион вышел на третье место по количеству инфицированных в Одессе. За последние сутки коронавирусом заболели 26 человек. Всего в Украине обнаружили 610 новых случаев. Что касается вакцинации, по состоянию на 4 июля прививки первой и второй дозой сделали более 55 тысяч жителей Одессы. Коронаваком привили более 21 тысячи человек, столько же Астразенека и еще 13 тысяч Pfizer. И мы видим, что за последние недели это рекордная количество 9 тысяч 300 щеплок. Если сравнивать с началом вакцинации, я все-таки массовую вакцинацию в травм месяце, то это увеличение почти в 5 раз. Напомню, в Одессе продолжают работать центры вакцинации населения от коронавируса. Записаться можно у семейного врача через портал или приложение ДИА, медицинскую информационную систему HealthSemi или же по номерам круглосуточного колл-центра. Пыталась совместить прогулку на самокате и выгул собаки, из-за чего надушалась слезоточивым газом. Инцидент произошел на трассе здоровья. Именно там девушка ехала в компании домашнего питомца без поводка и намордника, когда тот якобы бросился на прохожего. Последний в ответ обезвредил хозяйку и ее пса с помощью перечного баллончика и убежал. Обладательницы четвероногого оказали помощь прохожие, а затем ее госпитализировали и медики скорой помощи. А вот судьба собаки, которой тоже досталась, пока неизвестна. Предстоящий саммит Крымской платформы будет не только с политическим, но и с культурным наполнением. Гостям расскажут об истории полуострова и известных крымских художников. А дипломатическая инициатива Украины предусматривает и ряд тематических событий. Выступ Джамалы, выступ бенда Усейна Бекирова. Это мультимедийная интерактивная инсталляция на основе песочной анимации, которая основана на крымских легендах, на крымско-питавских орнаментах. Очень классной сувенирной продукции, которые будут, как протокольные подарки, дариваться участникам международных делегаций. Одним из главных инструментов для оккупации Крыма эксперты называют мощной экономической развития южных регионов Украины. Саммит крымской платформы пройдет в Киеве 23 марта. Участие в нем примут первые лица, руководители правительства и министры иностранных дел разных стран. В МИДе пока не комментируют, какие именно государства согласовали участие, ведь ожидают финальных подтверждений. Уже есть 62 тысячи гривен. Из необходимых 200 одесситов призывают поддержать сбор средств на реставрацию полотна Гольштейна в подъезде музея имени Рериха на Большой Арнаутской, 47. Напомню, в июне 2020 года половина этого панно ввалилась с плафона из-за дождевой воды, которая просочилась сквозь чердак дома. Сегодня протечку ликвидировали, однако артефакт культурного наследия продолжает плесневеть и портиться. Мы предлагаем инициативу собрать средства на реставрацию этого полотна, то есть не только той половины, но и, естественно, полностью, полное восстановление вот этой живописи силами художников-реставраторов. Профессионалы в течение нескольких недель изучали этот вопрос, мы посчитали смету, и получилась сумма в 200 тысяч гривен. И очень многие, конечно же, приходя, например, в тот же музей, восхищаются этой картиной, потому что она явно не новодельная, она явно историческая, и она, несмотря ни на что, чудом вообще сохранилась, несмотря на то, что сам подъезд давно еще в советское время был закрашен. Эта картина – единственный в Одессе образец декоративно-станковой живописи, выполненный на холсте размером 170 на 430 сантиметров. Полотно расположенному на потолке доходного дома уже 120 лет. Музей Рериха уверяет, все фрагменты панно удалось сохранить, и они подлежат реставрации. Я склонна к тому, что это нужно сделать по старому способу, так как раньше делали, нужно аккуратно, это уже группа реставрационная будет работать, они снимут вторую часть полотна, исследуют штукатурку, нет ли каких-то, может быть, там еще надписей. И после этого, конечно, все нужно отбить, и сделать, в общем-то, новый потолок, а потом они уже будут решать, как приспособить. Провести реставрацию полотна Гольштейна поможет любая сумма. Перечислить деньги можно на краудфандинговой платформе wave4pay.com на портале social invoice. В поиски нужно ввести название панно. И таки мы видели этот день, корреспонденты 7-го канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш 7-й канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.